В Ивановском аэропорту неудачно приземлился самолет. Такая вводная поступила в Главное управление МЧС в четверг утром. По тревоге были подняты подвижный пункт губернатора и аварийно-спасательные формирования региона. В аэропорту развернули оперативный штаб. К счастью, авиакатастрофа условная. Это лишь тренировка на случай реального инцидента. Сегодня задействовано состав подвижного пункта управления губернатора Ивановской области. Это 8 единиц техники и 31 человек личного состава. Плюс, значит, 2 автоцистерны – это представители аварийно-спасательной службы аэропорта «Золотого кольца». И, значит, 2 единицы техники от аварийно-спасательной службы. Прежде чем непосредственно приступить к работе, спасатели, сверившиеся с картой местности, выбирают план действий. При этом вся работа сотрудников координируется с оперативными штабами в Ивановском и Московском управлениях. Несмотря на то, что в работах на месте крушения задействовано множество сотрудников, каждый должен четко знать и выполнять свои обязанности. А главное – все структуры должны действовать сообща. Перед органами внутренних дел на транспорте в особых условиях, подобные в той чрезвычайной ситуации тренировок, относительно которой мы проводим, стоят задачи оцепления места происшествия, исключения доступа посторонних лиц, охрана общественного порядка в здании ровокзального комплекса, где будут собираться родные и близкие, друзья погибших, участие в охране общественного порядка, в проведении процедур опознания и усиление контрольно-пропускного режима на охраняемое. Тренировка спасателей прошла удачно. Во все временные нормативы сотрудники МЧС уложились. Но этот факт вовсе не означает, что теперь можно почивать на лаврах. Каждая минута, на которую время операции можно сократить – это спасенные человеческие жизни.